Практически одинаковый цвет. Это очень важные персоны на сегодняшнем празднике. Давайте встретим их аплодисменты. Это наши свидетели. Выходите сюда к нам. Вставайте в ладошку. Ну и сейчас, свидетели, вы знаете, что вы будете делать. Все это немножечко позже. А сейчас я хочу, чтобы вы встретили бурными аплодисментами человека, которого вы все прекрасно знаете и ждете. Это наш замечательный жених Вадим. Ваши аплодисменты. Аплодируем громче Вадиму. Вадим, здравствуйте. Как у вас настроение? Отлично. Вадим, тут такая штука. Сейчас последние буквально секунд 30, пока вы еще не женат. Давайте представим, что вы еще не женат. А вы сейчас здесь один. Вы знаете, что скоро появится ваша невеста. Поэтому у меня к вам одно предложение. Бегите, Вадим. Бегите, нет? Не хотите? Он не хочет. Давайте поаплодируем Вадиму. И сейчас мы попросим новоприбывших гостей немножечко отойти в сторонку, потому что сейчас здесь появится очаровательная невеста Яна. Под ваши аплодисменты встречаем невесту. Невеста выходит, естественно, в прохождении своего отца. Благодарим отца невесты. Ну и что, теперь немножечко серьезных слов. Сейчас очень важный момент, поэтому, дорогие друзья и близкие, от лица Вадима и Яны мы рады приветствовать всех вас и благодарим за то, что вы собрались здесь разделить с нами этот счастливый момент. Наши молодожены испытывают огромную привязанность и уважение ко всем собравшимся, поэтому они пригласили вас стать свидетелями своего торжества. Вступление в брак это сугубо личный поступок, но для того, чтобы черпать силу и продолжаться долгие годы, их союз должен одобряться родными и близкими. В этой связи Яна и Вадим обращаются сейчас ко всем вам. Поддерживаете ли вы их решение вступить в брак и готовы ли вы принять нового человека в свою семью и свои друзья? Вы должны ответить? Да! Отлично! Ваши аплодисменты всем собравшимся. А теперь Вадим и Яна, я обращаюсь к вам от лица государства, сегодня я могу себе это позволить. Брак это серьезный поступок, поэтому вы должны будете сейчас ответить на несколько серьезных вопросов. Вы готовы? Если да, тогда поехали! Итак, первый вопрос. Дорогие молодожены, готовы ли вы легко и не раздумывая дать друг другу клятву любви и верности? Варианты ответов. Да. Еще когда? А что есть выбор? И кое-где придется подумать. Ваш ответ? Еще когда? Отвечают наши молодожены. Это правильный ответ. Ваши аплодисменты. Теперь будем задавать вопросы лично жениху и невесте. Для начала вопрос жениху. Вадим. Ответь, пожалуйста. Обещаешь ли ты во что бы то ни стало любить и оберегать Яну, тусить с ней, даже если очень лень, и бросать вызов любым препятствиям, с которыми вам суждено будет столкнуться? Варианты ответов. Да. Шо, опять тусить. У нас не будет никаких препятствий. И я что, не мужик, что ли? Ваш ответ? Да. Это правильный ответ. Наши аплодисменты, Вадиму. Теперь вопрос с невесте. Яночка, обещаешь ли ты понимать и уважать Вадима, любить его и сортировать носки по барам, даже если очень не хочется этого делать? Варианты ответов. Да. Не знаю, как понимать, а уважать точно буду. Отныне мы перестаем носить носки. И, а ты мне шо? Ваш ответ? Да. Конечно же, да. Ваши аплодисменты, Яне. Ну что же, с каверзными вопросами мы закончили. Теперь я попрошу вас, уважаемые молодожены, стать лицом к лицу, друг к другу. И подкрепить свое решение клятвой. Для начала, Вадим, повторяйте, пожалуйста, за мной. Повторяйте без микрофона, поэтому громко. Любимая Яна. Любимая Яна. Я беру тебя в жены. Чтобы в радости и в горе бедности и в богатстве. Беречь тебя и заботиться о тебе. Вовремя приходить домой, выбирать квартиру, выносить мозг, покупать тебе новые телефоны, тухлые платья, фотографировать только с правильного ракурса, слушать только правильную музыку, смотреть романтические комедии и самому сниматься в них вместе с тобой. и любить тебя всю свою жизнь. Ваши аплодисменты нашему жениху. Теперь вы, Яночка, пожалуйста, повторяйте за мной. У вас все будет проще. Любимый Вадим, я беру тебя в мужья и обещаю быть любящей женой, хорошей хозяюшкой и что бы с нами ни случилось, что бы с нами ни случилось. Я всегда буду с тобой. Я всегда буду с тобой. Ваши аплодисменты нашей невесты это очень укропительный момент для нее и, я думаю, для всех вас. Но это тот момент, к которому они шли и пришли благодаря своей любви. Что, дорогие молодожены, обменявшись клятвами, вы объявили о своем твердом намерении жить вместе в любви и согласии на протяжении всех дней, подаренных вам судьбой. Теперь вы можете в знак верности обменяться кольцами, кольца на пыльцу наших свидетелей, кольцами древним символом, простым и священным. Пусть они всегда напоминают вам о том, что ваша любовь бесконечна, а вы навсегда будете властелинами этих колец. Итак, свидетели дают нашим молодоженам кольца, ну и они надевают их на пальцы друг друга. Кольца надеты, давайте поаплодируем нашим молодоженам. Ну что, Яна, Вадим, никогда бы не подумал, что это... Ваши аплодисменты, в знак объединения прошу стремить ваш союз в торцевую. Аплодируем, молодоженам! Это еще не все, есть несколько...